Отставка Олега Харахордина была неожиданностью для вас или это скорее закономерное событие? Ну, вообще это спонтанное решение. Я разбирал разные версии, смотрел, и получается, что это стечение обстоятельств сразу для нескольких человек одновременно это решение оказалось неожиданным. Харахордин, по некоторым данным, уже начинал готовиться к избирательной кампании следующей, то есть он тоже не ждал отставки. Что произошло, не буду в разные версии, так сказать, бездоказательно вникать, там могут быть события конкретные. Вот, кстати, пожар был в Ангудайском районе накануне для Харахордина не очень, наверное, хорошее событие. Вот, по Турчаку говорят, что он проявил там, может быть, лишнюю активность в Санкт-Петербурге, может быть, надеясь пройти в губернаторы и так далее. Плюсы и минусы Олега Харахордина вот на посту главы республики? К плюсам точно можно отнести развитие туристической отрасли в регионе. Зашло несколько и реализуются несколько больших инвестиционных проектов, достаточно крупные игроки, тот же Сбербанк в Манджарке, на самом деле и РЖД здесь реализуют несколько проектов, ну и достаточно много частных инвестиций. Еще одним большим плюсом это, в принципе, увеличение инвестиций в республику Алтай вообще. Если говорить вот о республике Алтай, то, ну, отзывы о Харахордине разные. В основном говорят, что достаточно спокойный был период губернаторства, что-то делалось, что-то не делалось. И в то же время, ну, подспудно чувствуется некоторое недовольство местных жителей тем, что, ну, он был все-таки не местный, а там этому придает большое значение. И второе, то, что при нем довольно много земель было скуплено москвичами, как говорят местные жители. И их это тоже, конечно, настораживает, потому что они не чувствуют себя хозяевами на собственной земле, скажем так. Что касаемо назначения Турчака, вот исполняющим обязанности главы Горного Алтая, многие эксперты, вот уже оценивая, да, СМИ, трактуют это назначение по-разному. Одни считают, что это своего рода карьерное понижение, другие считают, что это довольно перспективное предложение. Вот ваше мнение на этот счет? Я скорее увязываю это с какими-то глобальными задачами, которые по силу решить только в фигуре такого масштаба. Первое и самое основное – это вообще, в принципе, запуск товарооборота с Китаем. У республики Алтай достаточно уникальное географическое положение, да, он граничит с четырьмя государствами. Но при этом это еще и самый короткий торговый путь на Китай через Монголию. И вот для решения этой задачи действительно требуется в первую очередь и консолидация всех усилий, там, всех ветвей власти, межведомственных взаимоотношений и там республиканско-федерального уровня и рядом близлежащих территорий. И при этом это еще должна быть и фигура, с которой власти Китая будут общаться, да, потому что это еще и внешнеполитическая деятельность. Дзянь-Уйгурский автономный округ в Китае считается и достаточно проблемным для самого Китая. И он удален от дорог логистически внутри Китая, то есть это внутри Китая тупик. И здесь, конечно, то, что это огромный рынок в первую очередь для сельхозпроизводителей по Сибири, в принципе. Алтайский край, Новосибирская область. Это намного выгоднее, чем это продовольствие через всю Россию везти либо на порты, на восток, либо на запад. Вот версии по поводу Турчака, они среди экспертов две, собственно, версии. Одна это в кавычках ссылка, другая в кавычках особая миссия. Вообще-то они друг друга не исключают эти версии. Мне кажется, они соединились. Вот. То есть Турчак за что-то, так сказать, на смену пошел Харахордину, но у него есть определенное предназначение. Можно предположить, какое. То есть, если... Ну, тут две версии, опять же, развилка. То есть, одна версия – это слияние двух Алтаев, о чем говорят уже много-много лет. И вторая версия, другая – это развитие... Субтитры создавал DimaTorzok